Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Муж постоянно мной недоволен. Наши разговоры на любую тему заканчиваются его обвинениями. То я далеко езжу в магазин и драчу много бензина, то не сказала ему, что лампочка в коридоре сгорела, то не вовремя еду подогрела. Эти придирки доводят меня до слез, я просто иногда в отчаянии. Когда пытаюсь сказать, я натыкаюсь на непонимание, как дальше жить, а живем вместе 13 лет. Такое отношение было всегда, но раньше не вызывало так сильно. Вопрос задает Аноним Мадридов. Первое. Ответ моего коллеги Кутерщева Игоря Леонидовича является, на мой взгляд, на момент запись ответа, да, моего, самым лаконичным. Но в всякий случай я повторюсь, что вы вот сами пишете, да, что как бы, ну, раньше вас это так сильно не задевало. Теперь задевает. Значит, что-то изменилось. Что-то изменилось. Вполне возможно, что где-то вы потеряли, скажем так, опору. Да? То есть, ну, вот где-то вы потеряли опору. То есть, где-то вы стали чувствовать себя менее защищенными, более уязвимыми. Ну, вот, в каких-то моментах выходит, в каких-то, скажем так, ну, в каких-то местах. Вот. И это на вас получается вот отразилось. Таким образом. Значит, наша задача в первую очередь выяснить собственно говоря, вот что ну, что произошло. Да? То есть, вот, как бы что изменилось у вас в первую очередь что изменилось в вашем, вот, ну, вот восприятии себя так скажем что вы вот начали на это так реагировать. То есть, совершенно очевидно здесь, что ну, как как в таковом да дело не в ну, дело не в мужа. Ну, вот ну, по факту. Да, да, то есть дело не в вашем мужа. Дело скорее в вас. Потому что муж, он вот ну, по вашим по вашим по вашим же получается словам, да он вот себя вел вел ну таким образом ну всегда. Вот. То есть, совершенно очевидно что дело здесь не в о вашем мужа. Совершенно очевидно что дело здесь о о в чем-то о что изменилось вот именно ну, конкретно в вас. Только вы предпочитаете как бы этого не замечать. Ну, вот судя по тому, допустим, что я могу видеть ну, судя по тому, что вы, грубо говоря, пишете. Вы предпочитаете этого не замечать, вы предпочитаете об... ну, может быть, не обвинять, да, не обвинять, может быть. А... но как-то вот больше думать о том, что вот дело именно в вашем мужа, а не в вас. Вот. Хотя в данном случае дело больше в вас. А... и... может быть момент был такой, что вы как-то вот ну, грубо говоря, ошибяли, да, вы ошибяли, вы надеялись, что... значит, ну, что человек условно говоря, изменится, вы ошибяли, вы надеялись, что человек вот, ну, какую-то вот, ну, свою позицию, да, изменит, вы надеялись, вы ожидали, что человек, ну, ну, будет вести себя по-другому, может быть. Вот. Он себя, как бы, по-другому вести не начал, и соответственно, вам может быть просто вот стало очевидно, что он не изменится, стало очевидно, что он не начнет вести себя по-другому, и вы вот как бы столкнувшись вот с тем, что в какой-то момент вот, ну, как-то поняли, да, увидели, что не будет он вести себя иначе, вы просто, ну, грубо говоря, потеряли надежду, и вот, потеряв надежду, надежду, вы чувствуете себя вот сейчас вот так, как чувствуете. Вот. Я не знаю, повторюсь, может быть, не так, но что-то здесь совершенно очевидно вас как-то вот на, ну, на эту мысль навело, то есть, что-то очевидно привело вас, да, вот, к такой вот, условно говоря, к какому восприятию, вот. Соответственно, это очень важно заметить, увидеть, вот, это очень важно, скажем так, ну, проанализировать. Дальше. Вопрос, который у меня в данном случае есть к вам. Отношения с вашим мужем. Вы говорите, что он всегда вот так себя вел. Как получилось, что вы с таким человеком, да, свою жизнь, вот, ну, связали. То есть, как вышло так? Если вот вы говорите, что он вел себя так всегда с вами, с вами, вот, то, ну, почему вы терпели тогда такое его поведение на постоянной, получается, основе. Ла-ла. Вот. то есть, это очень важный момент, ну, как мне кажется. Вот, именно момент очень важный для, так скажем, ну, понимания, понимания вас и вашей психологии. Вы спрашиваете, как дальше жить? А как вы жили все это время? для чего вы жили все это время? И что изменилось? Что изменилось сейчас? Почему, почему больше вы ради этого жить, ну, не можете? На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам нажать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.